Приветствую вас, аноним. Первое, что хочется сказать, это то, что если вы обращались уже к психо... ну, к экспертам, да, то есть если вы обращались, например, вот к эзотерикам, то мне не очень понятно, почему вы сейчас обращаетесь к психологам, а не снова к эзотерикам. То есть вас эзотерики разочаровали чем-то? Или как? Или что? Всё. Это первое. Второе. Второе. Ваш запрос, когда вы говорите о том, что хотите, чтобы чувства ушли к этому мужчине, мысли ушли о мужчине, да, чтобы вы могли вернуть прежнюю, ну, прежнюю себя. Он, эээ, вопрос, является некорректным, ээ, потому что, эээ, невозможно, невозможно вам будет вернуть себя, невозможно будет вам быть такой, какой вы были раньше, потому что опыт, который вы приобрели, опыт, который вы получили, он, эээ, ну, скажем так, вас изменил, и вы сможете только лишь реализовать этот опыт. Вы сможете, вы сможете только лишь освоить этот опыт, который вы получили, эээ, и освоив этот опыт, эээ, ну, может быть, стать другой, эээ, стать более, мудрой, более опытной, в эээ, в своем, так сказать, поведении, в своем отношении, эээ, вот. Это достаточно детский такой, эээ, запрос у вас, ээээ, значит, хочу забыть мужчину, да, вот. Вы не можете, эээ, стереть свои чувства, вы не можете стереть, эээ, то, что вы к нему испытывали, и, соответственно, вашу попытку убежать, она, и является, на самом, на самом деле, детской. Ээээ, в первую очередь, то есть, ваше стремление к тому, эээ, чтобы забыть, ээээ, мужчину, да, это путь, который ведет в никуда. По сути. Обратить, эээ, вам, эээ, свое внимание, ээээ, на мой взгляд, нужно, на следующие, эээ, очень, эээ, важные вещи. А именно. А именно. А именно. Вы говорите, что вы встретились с мужчиной, что общение между вами длилось всего лишь месяц, но возникли очень сильные чувства. у вас. Вот, эээ, давайте мы с вами попробуем сразу подумать и определить, что это за чувства возникли у вас к мужчине. Какие это чувства были? То есть, это любовь, это влюбленность, это какие-то желания, может быть. То есть, проанализируйте свои чувства. Если мужчина сейчас не с вами, понятно, что вам он, скорее всего, не подходил, это был не ваш человек. Но. Дело здесь не в судьбе. Дело здесь не в судьбе. Судьба, это, по сути, очень удобное средство переноса ответственности себя на что-то другое или на кого-то другого. Вот. Дело не в судьбе, а в вашем отношении, в вашем поведении. Дело. Дело. То есть, здесь нужно брать ответственность, собственную ответственность на себя. Смотрите. Значит, вы говорите, стараюсь найти счастье, что-то планировать. Что такое счастье для вас? Да, первое. Что такое счастье? Что есть счастье? Как вы его понимаете? Второе. Что-то планировать. Планирование и счастье – вещи слабо совместимые, потому что счастье – это чувства, это ощущения, а планирование – это разум, это расчёт. Видно, что у людей идёт движение в жизни. Здесь у вас что, получается, какое-то сравнение идёт себя с другими? Для чего? Я тоже на месте не сидел, но не было удовлетворённости ни в чём. А по каким критериям вы выбираете деятельность? Люди меня обижали, всё было как-то несправедливо. Согласитесь, это довольно детская позиция. Что значит люди вас обижали? Вы как-то ставили себя так, что стимулировало людей вас обижать. Но как вы себя ставили? Как вы себя позиционировали? Если всё было как-то несправедливо, это опять же нежелание брать ответственность на себя. То есть, если что-то происходит и это что-то вам не нравится, то в первую очередь в этом за это отвечаете вы. За то что случилось что-то несправедливое по отношению к вам. Вот. А так вы, получается, просто застываете в этом состоянии, да, что вот всё несправедливо и всё, и всё. Ну несправедливо, да, а делать что? Дальше, что делать с этим. Понимаете? Вот. Это, значит, здесь у вас, ещё раз повторю, детское чувство и нежелание анализироваться. Желание брать ответственность на себя. Дальше. Всё после встречи с одним мужчиной. Нет отношений длительных не было. Всего месяц общения, но чувства сильные появились. Чувства какие? Сильные появились. Что это были за чувства у вас? Какие это были чувства у вас? Как бы вы могли эти чувства описать? Свои. На что они, эти чувства, были направлены, например. Понимаете? Дальше, мы не по судьбе, у него своя дорога. Ну вот, аноним. Вот как, это не те термины, да, не те слова, которыми можно описать то, что отношения у некоторых людей, да, не складываются. Мы не по судьбе. То есть, когда вы говорите, что мы не по судьбе, вы тем самым допускаете, что кто-то за вас определяет, с кем вы можете быть, а с кем вы не можете быть. Согласитесь, это несколько искажает реально что-то, несколько видоизменяет её. Вот. Как это, как это видится мне? Конечно. Да? Вот. То есть, откуда вы знаете, что вы не по судьбе? Что именно на это указывает? Это первое. Второе. Второе. А-а-а-а-а-а. Значит, вы говорите, что у него своя дорога. Опять же. Вопрос. Что, что это значит? Что, что это значит? Что у него своя дорога. Как вы говорите. Как это проявляется? В чем это выражается? Да? А если у вас возникли чувства, то какие они, эти чувства? Что они из себя представляют, да? Об этом, об этом я уже говорил. То есть, очень важно понять, какое чувственное наполнение у вас имело место быть. Вот. Потому что, ну, судя по тому, что вижу я, да, нельзя сказать, что вы получаете удовольствие от любви. Вот. Это из вас возникли чувства, если это, допустим, была любовь. Да? А-а-а, то нельзя сказать, что вы получаете от неудовольствия. Это для вас болезненное чувство. Вот. Но важно, а-а-а, увидеть, почему болезненное чувство. 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 Для вас. Это. В чем заключается болезненность. А-а-а, вы пишите, что такая стация год после плечи с одним мужчиной. То есть, получается, что мужчина, войдя в вашу жизнь, ее изменил. Получается, что мужчина, значит, встретившись с вами, ее испортил. Но вы же понимаете, что это не так. Я надеюсь. Вы же понимаете, что это подобная позиция суть перекладывания ответственности на самом деле. И правильнее здесь было бы сказать, что мужчина, он вскрыл, вскрыл определенные конфликты, определенные ваши проблемы. Проблемы, которые у вас, у вас имели место быть. Вот. Вероятно. Раньше, до него еще. Но вы этого не замечали. В силу ряда причин. Вот. Но если вы не замечали, это не значит, что этого нет. Понимаете, да? Надеюсь. Поэтому здесь вот нужно работать именно с данным аспектом. То есть, что было в вашей жизни тогда, до встречи с мужчиной. Какие у вас, ну, могли быть сложности, проблемы и так далее. Вот. Это, я надеюсь, понятно. Дальше. Так. Да и все так именно случилось сразу через несколько месяцев. Пытаюсь найти радости, немного отвлекаюсь, но потом опять находит. А что находит? Почему? Что случилось? Если вы говорите, что, ну, что вы расстались, получается, да? Если вы говорите, что вы расстались, то у этого есть причины. И, вероятно, вся проблема в том, что вы считаете, что вы не по судьбе. То есть, вы считаете, что вам не туждено было быть вместе. Вот. Опять же, вы по какой-то причине пошли гадать, когда, ну, когда встречались с ним, вы были не уверены, получается, в отношении с ним? По какой причине пошли гадать? Вот. Ну и здесь очень важно понять значение мужчины для вас. Пытаюсь найти радость, немного отвлекаюсь, но потом опять находит. Нет, это не вариант пытаться заходить радость, потому что есть внутренние конфликты против противоречия, вызванные тем, что вы расстались с мужчиной. И пока это разрешено не будет, никакая радость вам не поможет. Так, что мне надо сделать, чтобы всё ушло? Это мысли и чувства. Я сказал. И вообще, чтобы я стала, как раньше, очень хорошей, радостной женщиной, которая чувствует в какой жизни и не чувствует боли души. Но надо сказать, что боль души, это признак вашего роста развития. Созначит, что вы растёте, что вы развиваетесь, что вы становитесь опытнее и мудрее. И избегать боли души я бы вам не рекомендовал. Другое дело, что вот воспринимать её адекватнее, это можно. Но для этого нужно с вами работать. Именно работать нужно с вами. Понимаете? Вот. И мне здесь, конечно, не очень импонирует ваш запрос, который вы даёте. Такое ощущение, что мыслям, своим мыслям и чувствам, да, вы вообще, значит, уделяете, отдаёте какую-то роль, чуть ли не пассивную роль. Как будто чувства и мысли, они вообще от вас не зависят. Но ведь чувства и мысли, это желания, это производные от ваших желаний. Вот. И мне кажется, что очень хорошо, что они есть. Это поможет вам определить, чего не хватает в вашей жизни. Вот. А вы этому противитесь. Избегаете этого. Избегаете боль и более. Как бы. А избегая боли, вы, по сути, избегаете роста. А избегая роста, вы не сможете построить адекватные отношения. Понимаете? Вот. Вот так. Ну и, из дополнения. Вы пишите то, что доставляло радость, что увлекало, уже не приносит этого совсем, в том и дело. Я пробовал уже вернуть то, что понравилось, но увидел, что оно не приносит удовлетворения, наоборот, возникло желание убежать. Потому что вы изменились, вы стали другой. Нужно искать что-то другое. Не то, что приносило радость. Для этого нужно вспомнить себя, проанализировать и поисследовать. Вот. Например. Не приносит удовлетворение? Хорошо. Что вы подразумеваете под удовлетворением? Вы говорите. Возникло желание убежать. Найдет страх. Страх перед чем? Чего вы боитесь? Его нужно принять. Пропустите через себя этот страх. Понимаете? Так что, если вы захотите поработать, обращайтесь. Буду рад помочь. А на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам ответить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи. Продолжение следует...